МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подозреваемого в проколе шин в Еманжелинске задержали. Мужчину разыскивали больше 10 дней, и вот он сам сдался полицейским. Почему южноуралец беспощадно испортил около 150 покрышек, разбирался Иван Лежнин. Вместо полицейского участка – больничные койки. На руке подозреваемого красуется гипс. 21-летний Андрей Нахтигаль сейчас на больничном. У него диагностировали перелом. Подскользнулся, уверенно заявляет парень. Но это его не освобождает от бесед с правоохранителями. За Нахтигалем гонялись больше 10 суток, объявляли в розыск, показывали ориентировки. Спустя некоторое время южноуралец сам сдался полицейским и даже извинился перед автовладельцами, чьи шины испортил. Только раскаяние автомобилистам колеса и потраченное время не вернут. Когда местные заметили, что кто-то проколол шины больше восьми десятка машин, сразу подумали на владельцев частных парковок или шиномонтажек. Якобы клиентов нарабатывают. Но каково было удивление, когда задержанный рассказал, действовал в одиночку и никаким бизнесом не владеет. Так отдыхал в кафе, совершился конфликт у меня с человеком. Я решил ему наказать его, проколоть колеса. Кому проколоть колеса? Ему? Да. А как так вышло, что вы прокололи машину в восемьдесят и испортили? Чтобы точно угадать, что его шина была там. Оскорбленный Андрей схватил нож и начал беспощадно портить автомобили. В частности, темные, ведь у обидчика был именно черный автомобиль. А какой именно, парень не знал. Ситуацию усугублял алкоголь, выпитый Андреем. Уголовное дело в настоящее время расследуется по части 2 статьи 167. Умышленное повреждение чужого имущества. Ранее он был судим за хищение имущества и за угрозу убийства. А я напомню, две недели назад, поздней ночью во дворах Еманжелинска всем припаркованным машинам испортили колеса. Резали шины беспощадно, ножом и гвоздями. Пострадали десятки семей из восьми домов. Около сотни человек вовремя не попали на работу. В итоге, без колес остались больше 80 машин. Жители Еманжелинска написали заявление в полицию. К делу подключился губернатор Челябинской области Алексей Текслер и поручил взять преступление на личный контроль областному главку. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. И если его имена будет доказана, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Иван Вежнин, Эльвира Хафизова, Виктор Щелков, ОТВ. Неужели маньяк в Златоусте неизвестный пытался утащить девочку в кусты, но прохожие отбили школьницу из собственных источников. Стало известно, что мужчина уже не в первый раз попадает к правоохранителям. Вот такой пост появился в соцсетях. Жительница Златоуста сумела даже запечатлеть предполагаемого маньяка. По предварительным данным, нападение произошло возле дома детского творчества. Третьеклассница шла на занятия, внезапно на нее напал мужчина и потащил в кусты. Ну вот завалил вначале вот здесь он ее. А потом, видно, за руку взял и повел ее за это, за здание, за это. Женщина спугнула предполагаемого насильника. Тот сбежал. Она сразу вызвала полицию. Там подтвердили, что выезжали на место. Правоохранители опросили очевидицу, записали все приметы подозреваемого и отправились на его поиски. Мужчину удалось быстро задержать. Из собственных источников в правоохранительных органах нам стало известно, этот случай стал третьим в биографии задержанного. Ранее он совершал подобные преступления. На данный момент подозреваемый находится в специализированной клинике. В МИАСе задержали предполагаемого насильника. Мужчина пытался надругаться над двумя девочками в южной части города. Злоумышленника помог задержать отец одной из пострадавших. ЧП произошло накануне возле плотина в южной части города. Как стало известно из собственных источников в правоохранительных органах, жертвами предполагаемого насильника едва не стали две несовершеннолетние девочки. Они сёстры. Информация о том, как именно мужчина напал на школьниц, не разглашается. Впрочем, это понятно. Они ведь не достигли возраста 18 лет. Всё происходящее увидел отец девочек и самостоятельно задержал мужчину. Следственным отделом по городу МИАС, Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области 10 ноября 2019 года возбуждены уголовные дела по факту совершения попыток изнасилования в отношении несовершеннолетних лиц. В ходе предварительного следствия установлены подозреваемые, который в этот же день был задержан, в настоящий момент, то есть сегодня ему будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в МИАСском городском суде. Когда следователи начали проверять подозреваемого, то выяснили, мужчина уже был неоднократно судим и даже отбывал наказание за изнасилование в местах лишения свободы. Последний срок – 11 лет. Самолет Челябинск-Сочи экстренно посадили в Самаре. Всё из-за того, что пассажирка якобы покурила электронные сигареты на борту. Это видео сняли пассажиры лайнера Челябинск-Сочи. По предварительным данным, стюардесса учуяла запах электронных сигарет в туалете лайнера. Пассажирка сказала, что не курила. Самолет пошел на взлет. Бортпроводница доложила обо всем пилоту. Тот принял решение высадить курильщицу в Самаре. Самолет экстренно совершил посадку. На место прибыли полицейские. Вывели пассажирку, но при обыске у нее не нашли ни электронных сигарет, ни обычных. Сейчас предполагаемая нарушительница собирается писать заявление в полицию. Самолет задержали на полтора часа. И переходим к дорожным ЧП. В Челябинске иномарка на огромной скорости влетела в шиномонтажную мастерскую. Пострадал человек, который находился внутри. А в Миасе водитель иномарки насмерть сбил пешехода. Какие еще ЧП произошли на дорогах Южного Урала, знает Константин Гришенков. Челябинск, улица Мира. Водитель за рулем Опеля на огромной скорости не справился с управлением и влетел в здание автосервиса. В результате аварии пострадал мужчина, который находился внутри шиномонтажки. По словам свидетелей, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель с места ЧП скрылся. Сейчас полицейские выясняют все подробности произошедшего. А это ДТП произошло в Миасе на Тургаякском шоссе. Водитель за рулем Хюндай сбил пешехода. 64-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте. Магнитогорск. Момент ДТП попал на видео. Вот мужчина, невзирая на машины, переходит дорогу. Удар и человек на капоте. По сообщению очевидцев, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. И сам вышел на проезжую часть. О состоянии пострадавшего информации не поступало. Крупная авария на трассе Южноурайск-Магнитогорск. Автоледи за рулем Хюндай превысила скорость, не справилась с управлением. И на скользкой заснеженной дороге вылетела навстречку. Легковушка лоб в лоб протаранила Мазду. В результате ДТП во второй машине пострадали два пассажира. Эта девочка 9 лет и ее мама. Трамвай и спецмашина столкнулись в Челябинске. По сообщениям очевидцев, КамАЗ не заметил общественный транспорт и задел зеркало бокового вида. А то разбило окно. Благо, обошлось без пострадавших. Константин Гришенков, ОТВ. Нетрезвый челябинец перепугал посетителей одного из торговых комплексов. Мужчина разбил бутылку, сделал так называемую розочку и пытался нанести себе увечья. Но в последнюю секунду его задержали. Инцидент попал на видео. Внимание посетителей привлекли громкие крики. Прямо посреди зала стоял мужчина с осколками бутылки в руке. Пытался себя поранить, но не успел сильно травмироваться. Поскользнулся на жидкости из бутылки и упал. Его моментально задержали охранники. Сейчас в полиции проводят проверку. Не исключено, что мужчина был пьян. Еще одно ЧП, но уже в кинотеатре «Импульс». Это в металлургическом районе сожгли попкорн. В буквальном смысле на глазах у детей загорелся аппарат с лакомством. На кадрах видно, полыхает аппарат, который жарит попкорн. Удивительно, но вокруг толпятся посетители, в том числе и дети. Никто не эвакуирован. Детям, судя по видео, даже весело. Сначала сотрудники сами пытались потушить пламя, но не вышло. Добавлю, пожарная сирена, по сообщениям очевидцев, тоже не сработала. А ведь огонь мог распространиться дальше. Благо, все потушили, обошлось без жертв. Однако, скорее всего, теперь кинотеатр проверит компетентные органы. Это были самые громкие происшествия дня. А я с вами прощаюсь. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Эльвира Хапизова. Увидимся на телеканале ОТВ.